Снаряжение Первое, о чем я расскажу сегодня, это о своих костюмах, в которых я охочусь зимой, летом и так далее. Сейчас весной и осенью, ну и зимой и так далее, я использую 9-метровый костюм. Вот такой вот голый 9-метровый костюм. Производитель Aqua Discovery, сшитый по индивидуальному заказу. Где сшить костюм? Сшить можно костюм фирмы Aqua Discovery, для этого достаточно просто зайти на их сайт. Там подробно все написано, как снять мерки, куда позвонить, куда написать и так далее. Вы пишите на сайт компании заявку, они присылают вам таблицу с размерами, вы замеряетесь, там ничего сложного. Отправляете им свои размеры, они после выставляют вам счет и шьют костюм. Занимает это порядка двух недель все. Очень быстро, качественно и хорошо сделано. Бывают, конечно, недочеты. Я сшил там три костюма и каждый раз приходилось что-то переделать, там перешивать. Но это все ерунда там. То есть, то руки побольше сделал, то ноги. Но, в принципе, это все устраняется, все это нормально. Вот. Данный костюм сшит из Neopreno National, со вставками Yamamoto, по бокам вот здесь. Вот этот костюм я сам разрабатывал, делал. И по своей, так сказать, то, что мне нужно. То есть, я своего рода свою модель придумал костюма. И чем хорошо вот так вот Discovery, то что они идут на встречу клиента и, так сказать, все их желания учитывают и воплощают в жизнь. Очень хороший костюм, очень мягкий Neopreno. Но, реально, в нем, честно говоря, одно удовольствие. Не знаю, он у меня сейчас второй сезон. Ну, так эксплуатируется, как бы сказать, жестко. Поэтому, как дальше пойдет, посмотрим. Но, пока, замечаний по нему нет. Очень все хорошо. Итак, следующий костюм. Следующий костюм. Это тоже девятка, старенькая. Это первый костюм, который я шил в Aqua Discovery. Крой Элит. Вот. Ему уже порядка, по-моему, пяти лет. Пяти лет. Значит, костюм очень хороший, неубиваемый. Часто спрашивают, вот лазишь ты по камышам и так далее. Ничего подобного. Ни камыши ему плевать. Даже ракушка и то его не режет. То есть, хороший. Сделан из неопрена. Вот единственное, что мне не нравится здесь. Это неопрен, по-моему, хейва или шейка. Шейка, по-моему, сэндвич. Вот. То есть, здесь вот, как неопрен есть, снаружи и внутри. А посередине прослойка из, как его, из нейлона. Ну, как бы, предотвращает его разрывы и прочее. Пятое-десятое там, то есть, прочнее делать. Но, но. Из-за этого костюм становится жестче. Вот это мне в этом костюме не нравится. То, что он достаточно жесткий неопрен. Грубый. Вот. Но, в принципе, в принципе, я. Вот это вот девятка. Я использую его весной и осенью. Ну, уже ранней осенью и поздней весной. И летом также. Вот. И, в принципе, нареканий по нему нет. Хороший костюм. Вот. Единственное то, что дубоватый такой неопрен. И, значит, еще, еще, еще. У меня есть такая же модель пятерка. Вот. Пятерка костюм. Вот. После того, как я шил девятку, я решил заказать у них пятерку для лета. Вот. Заказал пятерку. Шили пятерку. Тоже хорошо все. Но, опять же, из-за этого неопрена она еще дубее. Потому что тоньше и, как бы, прочнее своего рода. То есть, ну, достаточно дышится в нем плохо и так далее, и так далее. Но, самый минус ее заключается в том, что летом чаще приходится охотится и дольше. И неопрен испортился. Каким образом испортился? То есть, он внутри, внутри стал шершавым и стал натирать вот на локтях вот здесь вот, под коленями и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот этот костюм прослужил три сезона и все. Ему пришел крындец. Я пытался его ремонтировать, отправлял ребятам в Aqua Discovery. Они перешили мне, сделали то, что я хотел, но из-за того, что натирает, он пришел в негодность. Еще большой минус в том, что, не знаю, вот видно на камере, он трескается вот таким образом, голый костюм, на солнце летом, потому что солнце ярче, убивает костюм на раз. Поэтому для себя я решил, что летом, летом я буду использовать костюмы, костюмы с нейлоном снаружи. И поэтому я вот на это лето решил заказать у Aqua Discovery костюм уже из-за тоже Neopreno National или Yamamoto, но покрытый нейлоном. И не 5-миллиметровый, а 6-ти, чтобы когда он подсядет, он превратился уже в 5-миллиметровый. Вот. Ну вот это вкратце о моих костюмах. Вот. Как я говорю, шил я сам, ну, вернее, разрабатывал их сам, что мне нужно было, я вставлял там на уши вкладки, гульфики, комбинировал неопренно, вот здесь вот Yamamoto, допустим, чтобы легче дышался, а вот этот вот National, он попрочнее немножко. Это 45-й, а это 38-й. На шее, вот, уши. Вот это выше поднимал, чтобы пояс был на нейлоны. Штаны здесь нейлоном покрылся, с другой стороны, допустим, они без нейлона, что это... Потому что вот лежишь, часто вот обракушку опираешь, чтобы не резать и так далее. Заряжалку вот убрал сюда. Об этом костюме можете посмотреть в фильме «Светлая Волга», там подробно об нем рассказано. Итак, дальше, 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 дальше поговорим про двигатель, а именно у подвоха двигателя это ласты. У меня, значит, были ласты разных фирм. Бушат пластиковые, там, потом лидерфинт сэндвич. Вот, и последнее мое приобретение, вот это такие вот ласты DeepMaster Carbon. DeepMaster Carbon. Вот, это жесткость у них единичка. Вот, единичка. Значит, очень мягкие ласты. Где взять? Я связался со Светой Майоровой. Светлана Майорова, это представительница фирмы DeepMaster. Вот, и через нее мне удалось взять вот эти вот ласты. Что могу сказать по ластам? Ребята, ласты просто бомба, огонь. Ни лидерфинтс, ни какие-либо другие ласты не идут с ними в сравнение. Очень мягкие, посмотрите, какие они мягкие. Вот, нога вообще нисколько не устает. Вообще, ребята, таких ластов у меня еще не было. При этом пружинит, видите, как хорошо. Толкает примерно с такой же скоростью, все то же самое, но исключение... Ну, не устаешь, в отличие от других ласт. Ноги не устают. Галоши, галоши выполнены из очень мягкой резины, ребят, вообще. Вот. Ну, короче, прямо одеваешь их, на ногах не чувствуешь. Очень хорошие ласты. Единственное, единственное милость заключается в том, что немножко узковаты оказались они. На мой размер, вот этот вот размер 47-48, как заявляет производитель, у меня родной 43-й, на 7-мм носок оказался немножко узковато. Но, но с помощью фена либо горячей воды мне удалось растянуть эти галоши. То есть, опускаешь кипяток, в горячую воду эти галоши они нагреваются, потом одеваешь, ну, носки свои, желательно 9-ти миллиметровые, что побольше будет. Засовываешь туда ноги и затем охлаждаешь быстро, либо снегом, либо холодной водой ласты. Они принимают при этом анатомическую форму. Если вот, может быть незаметно, но вообще вот эта вот левая нога у меня теперь. Вот, а та правая. И, как бы, теперь вообще, ну, вообще никаких нареканий отлично. Правда, стоят они, конечно, дорого. Вот. Но они стоят того. Ребята, которые там со мной не захотели их заказывать в последний момент скачали. Зря вы это делали, ребята. Ласт действительно того стоит. Так. Следующая. Маска. Маска. Маска у меня основная рабочая. Это Mystic SportsUp. Вот. Малообъемник. Значит, обзорность достаточная. Маска очень мягкая. Лучше пока я ничего не встречал. Не знаю. Вот эта маска мне больше всего нравится. В ней я ныряю. Вот. Пока менять не собираюсь ее. Вот. Трубка. Трубка совсем простая. В рыболовном магазине как купил. Но загубник очень мягкий. И удобная, в принципе, трубка. Я не гоню поэтому. Следующая. Груза. Груза. В качестве ремня я использую обычный. Обычное грузило. Ой. Обычную резину от камеры. От камеры. От Камаза. Все. Ничего простого. Обычная пряжка вот такая. Вот. Пластиковая. Вот. Нож. Совсем простой. Обычный. Кухонный. Я уже их несколько потерял. Поэтому я не гоню. В ножны главное. Ставить. И все. Вперед. Вот. Вот. Такой. По огрузке. По огрузке. Дальше. Дальше. Также я использую сбрую. 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 Использую. Вот. Такую сбрую. Это от Омар. Вот. Туда вставляются вот такие вот пластинки. Я сделал из свинца. Каждые примерно по 500 грамм. В общей сложности у меня здесь 4 килограмма получается. Итого на 9-ти миллиметровый костюм. Чтобы нырять на глубины до 3-х метров. Я вешаю 9-10-11 килограмм грузов. Чтобы лежать спокойно на дне. Если я ныряю ниже 5-7 метров. Я оставляю просто пояс. Почему я использую сбрую? Потому что сбруя не мешает дышать. Она не сковывает грудь. В отличие от жилетов. Вот. Очень удобная штука. Всем советую. А на ноги. На ноги. Я использую вот такие вот груза свинцовые. Я оставляю вот сюда. В ногу их. И сверху штанина. Чтобы притапливать ноги. Чтобы ноги не сплывали. Не маслать ими по поверхности. Так. С грузами понятно. Далее. Буй. Буй. Вот такой буй я использую. Когда плаваю. Допустим. На дальние заплывы. Это обычный пеноплекс. Я разрезал в форме мотовила. Просто наматываю сюда веревку. Обозначил каждые 5 метров глубины. Вот такими метками. Это помогает еще и замерить глубину. Вот. На конце это костыль железнодорожный. Я в пояс его вставляю. И потом нашел какую интересную точку. Я тут же ее сбросил. Из-за пояса. И потом по ней захожу. На эту точку. Чтобы не потерять. Далее. Кулкан. Сюда цепляется. Потому что цепляешь рыбу на плот. И не надо на себе постоянно таскать. Это очень удобно. Кулкан совсем простой. Из обычного прутка. Я делаю вот такие кулканы. У меня их там десяток. Больше. Теряешь. Рвешь. Ничего страшного. Можно сделать новые. Итак. Ребята. Теперь о самом интересном. Многие задают вопросы. Какие я ружья использую. Ружья я использую фирмы Таймень. Почти весь модельный ряд их ружей. Это от 60-го ружья. До метрового. В зависимости от условий охоты. Прозрачности воды. И так далее. Я подбираю себе ружье. Основными рабочими моими ружьями. Является 70-е ружье. На него я прикиплю катушку. Пеленгаз. 20 метров линия. Вот. Такого. На катушке. И 3 метра рабочего. Фонарь. Китайский. Аналог. Мэйджика. Да. Вот. На этом ружье на 60-м. Я использую трехдиодник. Трехдиодник. Мне очень нравятся эти фонари. Широкий луч. Хорошо как бы светит. Но главный минус их в том, что они честно говоря пользуются. Ребята. Они бывают протекают. Там как на них попадешь. Но стоят они халяву. Вот. Но самое основное то, что мне нравится. То, что у них широкий луч. И маленькие. Они компактные. Видите, как они держатся на ружье. Из обычного пенопласта я выполнил все поплавки. Вот такие вот. И к ним приматываю. Значит. Фонари. Это 85-е ружье. Основное рабочее. Летом я использую 85-е ружье. Прозрака. Хватает. Для того, чтобы использовать это ружье. И. Я не думаю. О том. Достану я рыбу или нет. С этим. Это отличное ружье. С 5-ти метров можно взять амуры. Сазан. И так далее. Все рыбу пробивает на вылет. Наконечники. Я использую вот такие. Т-1. И Ч-1. Вот такие вот наконечники. Вот. Они стоят недорого. Вот. Но очень качественный. Хороший наконечник. Не знаю. Мне очень нравится. И метровое ружье. Да. Тоже. Но использую я в основном весной и осенью. Когда прозрачности воды очень хорошие. С 6-ти метров можно брать им рыбу. Ну вот. Это вот вкратце. А. Вот. Еще забыл сказать. Что все ружья у меня 7-мм. Часто меня спрашивают. Какое я использую. Ну. Лучше ружье. 7 или 8. На 7 или 8 мм. Использовать гарпун. Дело в том. Что я использую 7-мм гарпун. Почему? Потому что. У тайменя для 7-мм гарпуна. У них отличается тайменя. Он отличается стволом. Допустим. У этих тайменей ствол 10 мм. У тайменей для 8-мм гарпуна. У них ствол 11 мм. Но. Особенностью 7-мм тайменя является то. Что. В него. В него. Можно всегда загнать. Гарпун. 8-мм пруток. С передней привязкой. То есть. У вас привязка вот здесь будет. Вот. Он также будет хорошо работать. Вот. В 8-мм уже такого не получится сделать. Вот. Плюс 7-мм гарпун. На мой взгляд. На мой взгляд. Рещи. Вот. Скоростью полета этой стрелы. Выше. Ну и рещи. Он как вот. Стреля так. Пищи прямо. Ну. Вот. Это вкратце. По этим. Ружьям. Часто меня спрашивают. Почему. У меня именно. Ружьи тайменя. Почему. Ружьи тайменя. Не потому. Что я там рекламирую эти ружьи. Или какой-то представитель этих ружей. А. Потому что. Потому что. На мой взгляд. Цена и качество. У данного ружья. На данный момент. На данный момент. Самое лучшее. Ружье. Там. В полной комплектации. Стоит. По-моему. 15-16 тысяч. Но. Я беру. Себе. Себе. Не полную комплектацию. Всегда оружие. То есть. Я беру себе ружье. И два гарпуна. Так как. Насос у меня есть. Больше. Мне. Ничего. Не надо. Вот. Это стоит. Намного дешевле. Там. Порядка. Другие. Производители. Там. Ну. Сейчас. Дороже. Ружье. Таймень. Очень. Мощное. Резкое. Вот. Очень удобное. Многие хают. Что. Ручка неудобная. Но. Данная ручка. Является анатомической. В каком плане. То что. Держа в руке. Таймень. Вы. Вы. Совершаете интуитивное прицеливание. Как бы пальцем. Вот. Когда целится человек пальцем. Он указывает в точку. Всегда точно. Так же и здесь происходит. Ружье. Это своего рода палец. Продолжение. Вот. Руки. И. Часто даже не целишься. А стреляешь в лед. И поэтому. Ну. И. Попадаешь меткой. Вот. Поэтому. Мне нравится таймень. Да. Может быть. Ручка сначала неудобна она. Но потом. К ней. А теперь. Теперь. Ребят. Я отвечу на самые. Часто задаваем вопросы. По поводу. Ныряния. И так далее. Значит. Первый вопрос. Давно ли я занимаюсь подводной охотой? Подводной охотой я занимаюсь. Восьмой год. Или девятый. Точно не помню. Но на мой взгляд. Важно не то. Как долго. Ты. Занимаешься подводной охотой. А. Как часто. Следующий. Вопрос. Задержка дыхания. Вот. Какая у тебя задержка дыхания. Как ее развить. Задержка дыхания у меня. В статике. Пять минут. Пять секунд. Самое большое что было. А. В динамике. Полторы. Две минуты. На мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд. Для подводного охотника. Важна. Больше всего. Конечно. Динамика. Потому что. В статике. Мы не охотимся. Даже. Чтобы поднырнуть. Чтобы лечь. Необходимо. Все таки. Двигаться. Поэтому. На мой взгляд. Важнее всего. Развивать. Именно. Динамику. И. Вот. Такой. Вопрос. Как. Развить. Задержку дыхания. Часто. Меня спрашивают. Ребят. Значит. Как. Правило. Я. Особо. Не. Занимался. Тем. Чтобы. Развить. На мой взгляд. Самое. Ну. Лучшее. Чтобы. Развить. Задержку дыхания. Это. Как. Можно. Чаще. Охотиться. Чем. Чаще. 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 Дуня. Чаще. 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 Лучше у тебя задержка дыхания. Нужно нырять и не думать ни о чём. Вообще желательно ни о чём не думать, а просто смотреть по сторонам, кайфовать, и тогда у тебя всё получится. Но, если у вас нет возможности чаще охотиться, я вот прибегал к таким методам, допустим, ходьба на задержке дыхания. Просто тупо идёшь и от столба к столбу как бы пытаешься задержать дыхание. И каждый раз, каждый раз пытаться пройти как можно дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше задерживать и вот знать, когда вот эти позывы первые ложные, а когда не ложные. Также очень сильно помогает вот в этом плане ещё тренировка в бассейне. Но обязательно с напарником. В каком плане? В плане таком, что необходимо знать свои пределы. Для этого нужен напарник, который постоянно контролирует всю ситуацию и как бы в любой момент должен вас подхватить, чтобы вы не утонули, как бы не нахлебались воды. И тогда, тогда в процессе охоты, уже в дальнейшем, когда вы будете охотиться в реальных условиях, вы уже будете знать, где пределы вашего организма. То есть вот этот позыв можно пропустить ко вздоху, а вот следующий уже нужно всплывать. Ни в коем случае нельзя пересиживать на глубине, потому что помните, что вам ещё нужно наверх всплыть, а это тоже занимает время, это тоже занимает определённый объём кислорода. Поэтому, ребята, будьте осторожны, дружите с головой. Ни одна рыба не стоит ни вашего здоровья, ни вашей жизни. Поэтому долго нырять хорошо, но голову нужно включать. Итак, ещё такой момент, что не нужно стремиться к бешеной задержке, чтобы 2-3-5 минут, на мой взгляд. Потому что, потому что, дело в том, что самая основная рабочая задержка для подводного охотника, я считаю, такая, что ты должен нырнуть на 10 метров на глубину и просидеть там минуту. И всплыть спокойно. Вот это, вот этой задержки, ребят, вот так вот. Это можно взять любую рыбу, абсолютно любую рыбу, там, толстолубика, сазана, амура и так далее, и так далее. Если у вас этот результат есть, этого достаточно. Поэтому меня сейчас спрашивают, на какую глубину я нырял максимально. На максимальную глубину, которой я нырял, это 26 метров. Больше 26 метров я не опускался, потому что на тот момент я просто, ну, не знал, где глубина побольше там. Но я скажу следующее, что на 26 метров мне не удалось там встретить каких-то там монстров, как многие думают, что чем глубже яма, тем больше монстров. Там попались мне несколько бершей, раки и так далее, и вот мелкие какие-то судачки. Основная вся рыба, на мой взгляд, у нас на Волге, это глубины от 3 до 15 метров, не глубже. Потому что часто бывает, что нырнешь на 15 метров, на 14 метров там, допустим, какие-то берши, а на глубине 5-7 метров большие судаки. Поэтому, на мой взгляд, вот то, что нырнуть глубже там, дальше, это не сама цель. Куда важнее, куда важнее двигаться как можно медленнее, как можно вести себя спокойнее. И поэтому, и поэтому, вот, многие спрашивают меня о тактике, ну, охоты на такую рыбу, как толстолобик, амур, вот, на ходовую рыбу, жерех и так далее. И поэтому важно себя правильно вести. Каким образом? Ну, первое, что я бы посоветовал, это не пяльться на рыбу. Не надо вытраскивать глаза и пяльться на нее. Рыба, как и любое животное, она чувствует взгляд и чувствует взгляд хищника. Когда вы на нее выпили, вылупились и смотрите, и когда вы хотите ее своего рода взять, она это чувствует, она убежит. Поэтому я стараюсь на такую рыбу, как жерех, толстолобик и так далее, смотреть боковым зрением. То есть я чувствую ее присутствие, на нее не пялюсь. Но в тот момент, когда я решаю ее взять, я быстрым движением перевожу на нее ружье, взгляд и стреляю. Не медленно, потому что если вы будете медленно переводить ружье, то она будет медленно от вас уходить. Если вы ее переведете слишком резко, она тоже быстро от вас убежит. А так вы быстренько в ее сторону поворачиваетесь и начинаете на нее целиться. И в этот момент она такая думает, что происходит такое, начинает тихоньку уходить. И тут вы ей посылаете гарпун. Поэтому нужно сохранять спокойствие, вести себя как можно расслабленнее. Часто люди не расслаблены, они напрягают мышцы лица. Да, у них из-за этого вот здесь вот собирается вот так вот складки, маска начинает подтекать. Вот, вытраскивайте глаза. Это тоже ест ваш кислород. Поэтому будьте максимально расслаблены, слетесь с окружающей средой, слушайте себя, слушайте свои движения. Многие просто даже не думают, насколько они сильно шумят. Когда мы двигаемся, то костюм скрипит, то мы шумим, то булькаем, то и так далее. Рыба это прекрасно слышит. Очень трудно к ней таким образом подойти. Поэтому слушайте прежде всего себя, свое поведение, свои движения. Если вы даже со временем сами поймете, как нужно себя вести. И тогда рыба будет вас принимать за... И заключительный вопрос, о котором я хотел рассказать, меня спрашивает, в какой программе я монтирую свои видео. Я монтирую свои видео в программе Sony Vegas Pro. Она есть в общем доступе, ее можно скачать там с ключами и так далее. Некоторые говорят сложная, но на самом деле она простая, как пять пальцев. А в YouTube есть очень много уроков, которые рассказывают о том, как то или иной эффект добавить и так далее. Ну вот, пожалуй, я рассказал о самых часто задаваниях вопросах, которые меня спрашивают. В общем, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Ставьте лайки, пишите комментарии. Потому что впереди новый сезон, а значит новые видео.